добрый день тема сегодняшней лекции уход за больными с тяжелыми и агональными состояниями неотложная медицинская помощь методы искусственного дыхания рот в рот рот в нос реанимационные мероприятия методы непрямого массажа сердца и поговорим о признаках смерти такое явление как внезапная смерть с этим являнием может столкнуться любой человек повседневной жизни поэтому независимо от того медицинский он работник или просто обычный резидент необходимо знать тактику введения при таких состояниях и значит оказание первой необходимой помощи больному внезапная смерть чаще всего из-за болезни сердца возникает это не насильственная смерть от порога сердца проходящая с внезапной потерей сознания в течение часа после появления острых симптомов болезни в этом случае у больного может быть определенные или не выявленные заболевания сердца но смерть всегда наступает неожиданно эксперты ВОЗ также согласны с выше приведенным определением но внезапной смертью считает смерть наступившую в течение первых шести часов после начала первого инфаркта для подтверждения остановки сердца достаточно трех следующих признаков это обморок невозможность определения пульса на крупных артериях острое сердечно-сосудистая недостаточность различать два типа внезапной смерти от болезни сердца в зависимости от возраста среди новорожденных встречается в первые шесть месяцев жизни и составляет 0,1-0,2 процентов среди детей наблюдается больше мальчиков каждая пятая смерть среди детей в возрасте от 1 до 13 лет связана с болезнью сердца по сравнению с 30 процентами возрасте от 14 до 21 года у взрослых 40 45 до 75 лет среди людей среднего и пожилого возраста болезнь сердца является ведущей причиной смерти в 88 процентов случаев внезапная смерть от болезни сердца в 4 раза выше у женщин среднего и старшего возраста в 7 раз выше у женщин возрасте 45-64 лет и в 2 соотношениях 2 к 1 только в возрасте 65-74 года причины внезапной смерти у лиц молодого возраста это миокардит и кардиомиопатии синдром удлинения интервала куты врожденные и приобретенные пороки сердца и сосудов синдром морфана нарушения сердечного ритма и проводимости факторами приводящими к внезапной смерти при этих заболеваниях являются сильные физические нагрузки прием алкоголя и наркотиков прием некоторых лихарств электролитный дисбаланс и прием суррогатов алкоголя причины внезапной смерти населения в возрасте 40 лет и старше это ишемическая болезнь сердца выражены атеросклероз сосудов тромбоз артериальной стенки выраженная гипертрофия миокарда кардиомиопатии внезапная смерть более вероятно при наличии следующих факторов риска если у пациента 45 лет и старше курение недоедание действия чрезмерное употребление алкоголя тахикардия гиперхолестериномия гипертония сахарный диабет ожирение вплоть до внезапной смерти у 50 процентов мужчин и 63 процентов женщин никогда не бывает клинических признаков заболевания риск смерти увеличивается при сочетании нескольких факторов риска внезапная смерть может наступить в течение 72 часов у 15 20 процентов больных с инфарктом миокарда наибольший риск смерти имеет инфаркт миокарда от 3 дней до 8 недель если заболевание осложняется тремором желудочковой тахикардии парными или ранними желудочковыми аритмиями риск смерти еще более возрастает наблюдение депрессии сегмента ст безболезненный или болезненный при физической нагрузке с пост инфа в постинфарктном периоде является прогнозическим фактором риска снижение сократительной способности левого желудочка особенно снижение кровотока на 40 процентов является основным фактором риска риск смерти увеличивается после появления симптомов сердечной недостаточности и составляет 35 40 процентов в течение пяти лет все случаи гипертрофии левого желудочка могут привести к внезапной сердечной смерти по классификации лауна при экстрасистолиях 3 3 4 класса внезапная смерть чаще встречается реанимация от латынского снова слова рэ приставка означающие повторяющее действие анимацию оживление и от греческого слова бога учение раздел клинической медицины изучающий проблемы реанимации развитие организма принципы профилактики терминальных состояний методы реанимации и интенсивной терапии реанимация это комплекс лечебных мероприятий направленных на восстановление жизненно поврежденных или утраченных жизненных функций организма и вывод его из состояния клинической смерти реанимационные мероприятия включать внезапную остановку сердца инфаркт миокарда поражение электрическим током и так далее острую остановку дыхание инородное тело в траке и утопление и другое и отравление различными токсинами тяжелые травмы потери большого количества крови острые почные и печеночная недостаточность и другие специализированным отделением реанимационным отделением отделение общей интенсивной терапии создана в крупных больницах и предназначены для реанимации пациентов с различными заболеваниями и Отделения послеоперационной и интенсивной терапии предназначены для наблюдения и лечения пациентов, перенесших операцию под общим наркозом. Специализированы отделения реанимации для больных с некоторыми заболеваниями, токсикологическая реанимация, кардиореанимация и другие. Внезапная смерть под воздействием лекарств. В большинстве случаев это антиаритмические препараты, относятся к группам 1А-хинедин и 1С-мексилитин, энкайнит, этмозин. Многоцентровое исследование 1992 года выявило явный проаритмический эффект этих препаратов. Они могут вызывать желудочковую токкардию и экстразитолию и приводить к внезапной сердечной смерти. Гипокалимия, развившаяся под влиянием наркотиков, приводит к внезапной смерти. Нарушение вегетативной регуляции сердца. При ишемической болезни сердца, миокардите, сахарном диабете снижена симпатическая активность вагустного влияния на сердце. После введения мезотона наблюдают увеличение числа сердечных сокращений, снижение вариабельности ритма, замедление ритма. Повышенная симпатическая активность повышает риск смерти, которые чаще наступают утром, после пробуждения больного. Гипоксимия, различные токсические воздействия на миокард, курение, алкоголь, антиаритмические средства, приводят к симпатическому возбуждению. Стресс приводит к увеличению количества катахоламинов в миокарде. Заболевание сердца является наиболее частой причиной внезапной смерти в следующих случаях. Домерцание желудочков, трепетание желудочков, желудочковая асисталия, электромеханическая диссоциация сердца. Говорим о терминальных состояниях. Терминальное состояние. Процесс смерти включает в себя несколько стадий. Это преагональное или очень тяжелое состояние, агональное состояние или агония, от греческого слова агония борьба. И стадия предсмертного процесса перед наступлением клинической смерти длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. И клиническая смерть. Клиническая смерть. Симптомы клинической смерти включают потери сознания. Потери сознания обычно наступают через 10-15 секунд после прекращения кровообращения. Отсутствие реакции на внешние раздражения. Отсутствие зрачковой реакции на свет. Когда врач открывает века пациента, зрачок расширяется, заполняя почти всю радужную оболочку. Расширение зрачка с выпадением реакции на свет начинается через 40-60 секунд после прекращения кровообращения. Максимальное расширение через 90-100 секунд. Остановка дыхания или нечастое поверхностное дыхание. Снижение частоты дыхания до 5-8 раз в минуту. Отсутствие пульса на лечевой, сонной, бедренной артериях. Внешний вид губ, кончиков, пальцев, мочек ушей синюшный. Изменение цвета кожи с развитием синюшной мраморности. В помещениях, где наступила клиническая смерть, следует немедленно начать реанимационные мероприятия. Однако тело больного следует укладывать на твердую поверхность. Землю быстро и осторожно. Симптомы внезапной коронарной смерти включают Головокружение через 3-4 секунды. Слабость. Потери сознания больного через 15-20 секунд. Судороги через 40 секунд. Однократные тонические сокращения скелетных мышц. Невозможность определения пульса и сердечного тона на крупных артериях. Сонной, голени. Остановка дыхания или внезапное агональное дыхание. Расширение зрачка через 40-45 секунд. Максимальное расширение наблюдается через 1,5 минуты. Клинические признаки смерти. Сердце перестает биться. Больной теряет сознание и перестает дышать. Зрачок не чувствует света. Бледность кожи и синяки. Признаки фактической биологической смерти. Помутнение роговицы. Расширение зрачка и отсутствие световых эффектов. Регитность мышц. Пятна размером с ладонь. Симптомы дыхательной недостаточности. Неподвижность грудной клетки. Кровоподтеки на коже и слизистых оболочках. Изменение цвета кожи. Сероголубая смесь. Шумная и частая одышка на второй минуте клинической смерти. Диагностику число сердечных сокращений от реального давления ЭКГ и аускультацию проводить не позднее 10-15 секунд. Примерно через 3 минуты в клетках головного мозга начинаются необратимые изменения. Диагноз основывается на следующих критериях. Отсутствие сознания. Отдышка или внезапное агональное дыхание. Отсутствие пульса на сонной артерии. Расширение зрачка. Изменение цвета кожи. Теперь остановимся на технике оказания первой помощи. Реанимационные мероприятия по оказанию первой помощи включают восстановление проходимости дыхательных путей, устранение западения языка, запрокинуть голову пациента и максимально вытянуть вперед нижнюю челюсть. Трахея от греческого слова томы надрез. Вскрытие трахея с введением в его полость специальной трубки. Это операция в составе реанимационных мероприятий при попадании инородного тела в гортань, а также при остром оттеке гортани. Делается при отеке квинка часто аллергической природы. Ну и на этом слайде показана первая медицинская помощь. Вы видите, что прежде чем начать реанимационные мероприятия, надо уложить больного на твердую поверхность, плоскую твердую поверхность. Первым этапом является запрокидывание осмотра полости рта, чтобы не было западения языка. Проводят санацию ротовой полости чистой марлевой салфеткой и далее запрокидывают голову, чтобы хорошо поступал воздух в легкие. Для этого нужно запрокинуть голову. И в проекции две трети отдела стерну. Двумя нажатием двух ладоней, ладони и руки надо расположить под градусом 90 градусов, производится искусственный массаж грудной клетки. Это значит один, здесь показано два варианта. Это первый вариант, когда 30 надавливаний и значит два вдувания рот в рот. Скорость 100-150 в одну минуту. 30 надавливаний в течение 19 секунд. Глубина не менее 5 сантиметров, не более 6 сантиметров. Значит два вдувания не более 5 секунд и одно вдувание 1-1,5 секунды. Объем воздуха 0,5-0,6 литров. И значит необходимо проводить массаж и реанимационные мероприятия до положительного результата. Искусственное дыхание, искусственная замена воздуха в легких больного для поддержания газообмена в тех случаях, когда естественное дыхание невозможно или недостаточно. Больного укладывают горизонтально на спину, освобождают от одежды, шею, грудь, шевод больного. И при использовании метода рот в нос, ухаживающий закрывает рот больного и после глубокого вдоха зажимает нос больного губами, давая ему сильный вдох. Метод рот в рот. Нос больного закрывает методом рот в рот, а выдох производят после закрытия рта больного марлей или салфеткой из гигиенических соображений. Затем рот и нос больного приоткрываются, должен произойти пассивный выдох больного. В это время респондент выполняет 1-2 простых дыхательных движения. Лучше всего проводить искусственное дыхание с помощью мешка Амбу. Искусственное дыхание проводят с частотой 16-20 в минуту. Критерии правильного выполнения искусственного дыхания это экскурсия грудной клетки при искусственном дыхании и пассивный выдох. Непрямой массаж сердца это ритмическое давление на груди больного для восстановления кровообращения. Согласно концепции молокоотсуса непрямой наружный массаж сердца приводит к восстановлению сердечной деятельности за счет действия длительного достаточно сильного ритмичного возбуждения. От латинского слова комотио сотрясения на проводящую систему миокарда в результате давления укрепляет в грудной полости. Здесь показан муляж на котором проводятся реанимационные мероприятия. Реанимационный коэффициент массажа сердца должен быть 1 к 5. Если непрямой массаж сердца и искусственное дыхание выполняется одним и тем же человеком, то после 15 нажатий грудной стен клетки он должен выполнить подряд 2 искусственных вдоха. Реанимационный коэффициент 2 к 15. Ну и виды искусственного дыхания здесь показаны. Значит при первом случае это 15 нажатий и 2 вдоха. А при втором случае это 5 нажатий и 1 вдох. Виды искусственного дыхания здесь тоже показаны. Наиболее частыми осложнениями компрессии грудной клетки являются переломы ребер и грудины. Критерии эффективности непрямого массажа сердца это пульсация сонных артерий, синхронность с массажными поглаживаниями, розовый цвет кожи и сужение зрачков. При неэффективности реанимационных мероприятий в органах и тканях развиваются необратимые изменения, то есть наступает биологическая смерть, когда уже невозможно восстановить жизнедеятельность различных органов, прежде всего коры головного мозга. Ну и существуют определенные аппараты, дефибрилляторы, при помощи которых можно проводить дефибрилляцию при остановке сердца. Эффективные реанимационные мероприятия компрессии грудной клетки и искусственной вентиляции легких поддерживают жизнь больного, у которого отсутствует собственная сердечная деятельность. Прежде всего это предотвращает необратимые повреждения головного мозга. При неэффективности реанимационных мероприятий в течение 30 минут реанимационная помощь прекращает и определяет наступление биологической смерти. Более длительные реанимационные мероприятия до 60 минут проводят в особых случаях смерти. При переохлаждении, утоплении, поражении электрическим током, отравлении, лекарствами, рецидивирующей фибрилляцией желудочков, а также у детей. Профилактика внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Меры профилактики внезапной смерти на разных стадиях порога сердца. Это стратификация риска у пациентов с заболеваниями сердца, особенно желудочковыми аритмиями, для выявлений и защиты лиц с риском внезапной смерти. Быстрая и эффективная реанимация при внезапной смерти от порога сердца. Лечение реанимированных больных с помощью эффективных реанимационных мероприятий при порогах сердца с использованием современных методов. Спасибо за внимание.